это в америке есть баха 1000 гонки называется это там 150 180 метров в час скоро и по пересеченке такой что там канавы метровые до бугры метровая на это не чувствует это как бы очередное ну папе настроение насмотревшись до журналов и людей наслушався которые любая машина вказать будет на пересеченке на каком-то арке решили собрать машину которая большая ход подвески то есть у него ход подвески около 600 миллиметров что перед сзади вот полностью она независимая рама получается он не цель нанесущий кузов у него рамы как таковой нет у него хребет основной хребет он же является и продолжением переходит в каркас безопасности очень мощный потому что труба квадратная большой профиль вот и то есть это и безопасность прежде всего ну и крепкость машины на скручивание и на машина которая скоростная должна быть очень крепкая иначе она просто разлетится на шуруп развалит все это дело вот нижние рычаги что спереди что сзади использование от бтера десятка бета у него на батаре независимая тоже подвеска можно там засос радиатора да тут бущелки закрываться сеточкой чтобы не попадала это ну а здесь просто так и гулять декорация вид ну и как бы этот угол вот эта грань ее можно было бы изменить но так сделали чтобы грязь которая летела она и высоко поднято чтобы вся грязь только отсекалась то он максимально чтобы стекла оставались чистыми даже без дворника стрелка двигатель это oldsmobile cutlas salon но в принципе это джем то есть это chevrolet caprice корпорация джем большая да и марк машин на которой устанавливается его мотор очень много вот 5-литровый это в 8 мотор 5-литровый мост стоит редуктированный это мост от мормона от него отрезали просто чулки поставили флянцы и вывели ну скажем так полуосями да на самом деле это карданы г-66 там очень мощный то есть но вовсю до весь диаметр там идут шлицы подвеска у него получается торсионная на батаре она торсионная регулировка можно в принципе высоту немножко менять но немного то есть покрутив болты он там пониже повыше поставить два бака у него по 40 литров каждый потому что бензовоз машин тоже не надо делать чем больше бензин нальешь тем соответственно будет тяжелее больше спалишь но я все время еще вот сколько помню машина допустим было по асфальту ездишь как-то скучновато немножко как вот в степь выезжаешь на рыбалку да просто так степь на дачу поехал степь уже вот вот именно степь песочек там покататься то есть где-то где-то может быть даст даже застрять покопаться вариться вот интересно по асфальту он приехал домой заправился пошел на работу поработал на сколько тищи тут хотя бы отвлечение какое-то развлечение время чат новое ну да в принципе брату больше ничего не будет а тут весь этот допустим спорт и так далее вот эти какие-то машины нам удовольствие и сделать кому-то удовольствие ездить до в спорте опять то же самое для кого-то эта работа конечно для водителя обычно это интерес все таки если водителю станет неинтересно ездить он бросит и скажет езжайте сами все как это творение называется название к нему наконец-то все-таки придумали называется он ворон ворон да ну как бы и черная машина но долго думали вообще не знали какой потом просто случайно так вот раз и все и прилипай а 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 технически у него двигатель chevrolet 5-литровый в 8 вот вот в В принципе, многие Chevrolet'ы комплектовались этими моторами. И каприз, и, ну, в принципе, больший очень диапазон. Американцы один раз придумали V8 и ставят его даже на мотоциклы, в принципе. Подвеска, частично нижние рычаги от БТР-60, но они удлиненные. За счет того, что ход большой колеса, около 700 мм ход колеса, рычаг поэтому удлиненный. Вот, длинноходная моцата, ранчо, девятая серия, с регулировкой жесткости стоят. Задний мост, мормон, отрезаны от него чулки и установлены флянцы, ну и карданы, полуоси, получается. Независимый задний этот, подвеска независимая, что передняя, что задняя. Передняя четырехрычажная подвеска, задняя однорычажная. Рама несущая? Рама, кузов несущий, полностью скелет сварен из квадратной трубы, большого профиля. И водительское, пассажирское место, ну, каркас безопасности, скажем так, крепкий, а сверху все обклепано в дюралью, тонким авиационным дюралем. Мотор установлен в центре автомобиля, то есть развесовка, в принципе. Балансировка, получается? Балансировка, да, правильно, он, ну, как бы не испытывали совсем длинные прыжки, но такие средние прыжки, он садится ровно, не кивает. Обычный внедорожник взять, он носом, если его на трамплине не подбросить, то он носом сразу в землю втыкается. Какого времени? Ну, в среднем где-то, ну, год, наверное, ушло на него. Год, наверное, пошло на него. Да. Ну, потому что пока там частично как бы он был готов, потом приглашали немножко дизайнера, чтобы посмотреть свой взгляд. Он там немножко подчеркнул, что-то была изменена передняя часть вот машины. Там та серия, которая была, там немножко по-другому это было. Вот, ну и сзади немножко добавлено, то есть чисто вид машины. Вся трансмиссия давно собрана, испытана и все работает. Сочи, что? Супер, как на танке. Колеса это тракторные, обыкновенный белорус. Разбортировать их невозможно, порезать их невозможно. Их можно только что сточить, не более того. Рулевое управление, тоже Chevrolet, это эти автобусы. Вот они, школьные автобусы такие. То есть рулится, сейчас вот сядет маленький ребенок и будет рулить одним пальцем. Такие колеса вообще не вопрос. А еще снизу установлен самовытаскиватель, лебедка. Ну, там еще снизу цепь, полозья стоят. То есть в случае, если на пузо повиснешь, машина длинная, ну и на каком-то бугарке можно зависнуть. Там снизу шплинты вытаскиваются и можно сам себя вытащить, с бугара снять, по крайней мере. Что вперед, что назад. То есть это все элементарно и все работает. Проверенно работает. Тест-драйв делали, немножко покатались, как бы понравилось все. Не ожидали, в принципе. Ход большой, вроде смотришь, яма, сейчас уже ждешь. Или пробьешь, или подпрыгнешь. Ну, ни того, ни другого не происходит. Как бы она за счет длинного хода глотает все и едет дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok